Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалисты». Меня зовут Валерий Иванов. Мы с вами сегодня рассмотрим небольшой семинарчик на тему плана счетов для учета лизинговых операций в 1С бухгалтерии. Пару слов о себе. Я самый успешный методолог, финансист, экономист, бухгалтер. Являюсь автором программных продуктов по учету в строительстве, по учету в банках. Это подрядчик строительства 1С, автоматизированный хозяйственный учет в банках. Это бухгалтерия строительной организации. Занимаюсь методологией, постановкой учета для крупных компаний. Это Газпромбанк, Летобанк, Банк Санкт-Петербург. Это ряд крупных строительных компаний, корпораций. Это управделами президента Российской Федерации, департамент торговли и имущества города Москвы, департамент информационных технологий, ну и множество других компаний. Преподаю в Центре компьютерного обучения специалист уже 8 год. Занимаюсь учетом более 12 лет. Развиваюсь, как и вы, обучаюсь, что-то новое узнаю. Хочу вам показать, рассказать, что у нас на сайте специалист. Есть раздел преподавателей. И в преподавателях вы можете почитать отзывы и видео. То есть самое полезное, что можно увидеть, это видео по каждому из преподавателей. Ну и здесь есть некоторые спецтемы. Резервы в налоговом учете, что-то про ERP, производство в 1С. Одно из полезнейших видео – это отчетность, как формируется отчетность бухгалтерской налоговой в 1С. Инвентаризация, НДС, зарплата. Ну и скоро это занятие тоже появится в этом тематическом сборнике. Здравствуйте, проходите? Конечно, можно, конечно. Вот ближе сюда, да. То есть у нас лизинг – это очень большая тема. Это крупное мероприятие, курс 24 академических часа. И на этом курсе мы смотрим позицию лизингодателя, лизингополучателя. И когда имущество на балансе лизингодателя и на балансе лизингополучателя, позиции каждой из сторон. Ну а сегодня просто хотим рассмотреть план счетов в прицеле, с под прицелом, с уклоном на учет лизинговых операций. Что есть в плане счетов и какие особенности. У нас вот типовая бухгалтерия. Значит, стандартно у вас всегда, прежде чем начинать любой учет, мы смотрим раздел «Главные» – настройки. В настройке основная общая настройка 1С – это функциональность. То есть разрешить или запретить. Если у нас в функциональности отключена учет лизинга и лизинговое имущество, то мы и в плане счетов не увидим то, что должны увидеть. Поэтому всегда проверяйте функциональность. Напомню, функциональность – это общая настройка 1С, а не конкретной организации. То есть если настройка конкретной организации, налоги, отчетность, учетная политика – это частные настройки. Для каждой фирмы они свои. Вас как зовут? Елена. Вас Татьяна и Наталья. Вот, Елена, как вы считаете, план счетов и настройка плана счетов – это конкретная настройка для конкретной организации или это настройка 1С для всей программы 1С и неважно, сколько здесь организаций будут видеть и использовать один план счетов? Это общая для всех организаций настройка в 1С или это частная для конкретной фирмы? Это общее для всех организаций. То есть у меня может быть еще ни одной организации нет, но план счетов уже есть. Это модифицированный Минфиновский план счетов от 2000 года 94Н. То есть счета все согласны Минфиновскому приказу 94Н. А вот непосредственно сами субсчета 1С-ники имели право и воспользовались этим правом, доработали. То есть каждая организация имеет право придумывать свои субсчета и наращивать. А вот счета только по разрешению Минфина. Например, РЖД и другим крупным компаниям, Лукойлу, разрешили свои счета, которых нет. Например, 78-й счет. Его нет в стандартном плане счетов, а кому-то их по письму разрешили. Ну мы сейчас не будем об этом. То есть для учета лизингового имущества необязательно открывать новые счета. Достаточно и субсчетов. Так вот, начнем с функциональности. Когда мы заходим в главную функциональность, у вас по умолчанию бизнес-леди, помощница и стоит выборочная функциональность. Выборочная – это означает, я могу проверить, что там. То есть что она себе выбрала. Банки в кассе ничего, кроме статьи ЛДС. В запасах вообще ничего. Не нужна есть спецодежда, тары, комплектующие, импортные товары. Но вряд ли мы будем покупать по договору лизинга импортные товары. Ну, пути Господни неисповедимы, как говорят. В расчетах – учет по договорам. А нужен ли учет по договорам при лизинге еще как нужен? То есть без этого мы не сможем вести полноценный лизинговый учет. То есть конкретные договоры нужно выбирать, это однозначно. В торговле, если лизинг не все равно. Производство может быть, может не быть, зависит от системы. А вот самое главное, чтобы в разделе основных средств у вас была включена возможность учета лизинга, сдачи в аренду, ну и основных средств. Более того, чтобы не гадать, где галки включать, а где не включать, ваша задача – всегда разрешать полную функциональность и озадачивать по полной. Что означает включить полную функциональность? Это означает обратить внимание на брови. То есть внимание к деталям – это означает загрузить по полной нашу 1С-ку. Это означает разрешить и весь функционал, все разделы по полной запустить на полную мощность, но не факт, что их будем использовать. Сейчас пойдет критика в мой адрес всех программистов 1С. Зачем запускать систему на полную мощность, если половину использовать не будем? А кто знает, будем или не будем? Появится, уже готовенько я буду использовать. А не так, что я буду думать, что в 1С этого нет. То есть факторинговые операции, лизинговые операции, там еще что-то. Пусть все будет включено. Может мне нужен учет по сотрудникам и кадровых документов. Конечно, если использую зарплатную программу ZOOP редакции 3.1, то конечно я буду синхронизировать данные из одной программы в другую. Но если у меня два человека и нет возможности ввести другой учет, то я могу и в этой программе его отражать. Правильно? То есть первое условие, прежде чем настраивать план счета и вообще работать в учете, проверить функциональность. Все ли разрешено в основных средствах. Мы сейчас включили полную. Это означает все галки автоматом везде. Но если и не все, и хотите какие-то снять, то обязательно сдача в аренду и лизинг оставить включенной. Это нам поможет в введении учета. Ну и функциональность позади. А дальше у нас главный план счетов. Главный план счетов. Вот мы с вами посмотрим сейчас план счетов и разберем все счета, которые так или иначе, прямо или косвенно связаны с учетом лизингового имущества. На чьем балансе сейчас не важно? Важно, что эти счета будут использоваться. Значит, в продуктах 1С, редакции 3.0.8.3 платформы часто можно увидеть котиков. Это означает, что машина думает и говорит, подождите, пожалуйста. Пока машина думает, я хочу вам сказать об особенности курса учет лизингового имущества, который мы с вами можем в наших курсах изучить, посмотреть. Значит, на сайте специалист в разделе преподавателей вы можете посмотреть все группы, когда, какие будут. У нас новый курс учета лизингового имущества. Он проходил буквально три раза. Это мой авторский курс. И в некоторых группах, то есть его в расписании могут выводить, могут не выводить. Ну, то есть он периодически собирается. Там раз, два, три месяца он есть. Значит, на сайте вы можете его найти. Но также на сайте можно воспользоваться и написать лизинг. Ну, и машина сразу покажет учет лизинговых операций. Есть такой курс. Можно его кликнуть. Это наш с вами курс теории практиков 1С. Значит, как только там 1С будет готово, мы сразу вернемся и посмотрим. 1С иногда подтормаживает. Это нормально. То есть оперативная память, процессы и все остальное. Ну, и учитывая, что мы ее буквально установили за полчаса до старта, поэтому бывает, что проблемы еще есть с платформой. Но у нас все лицензионное, все настоящее, самое настоящее. Даже поддержка ИТС подключена в данный момент. Какая программа у нас курса будет? То есть немножко теории лизинга, особенности, аспекты. В феврале этого года должны были принимать закон по лизингу. Вступило в силу, не вступило. Пока ничего не вступило в силу. Но этот год еще пойдет под лозунгом изменения в лизинговом законодательстве. То есть хотят Центробанк усилить с помощью Центробанка контроль за лизинговыми операциями. Посмотрим, что примут, как решат. То есть будем держать руку на пульсе. Особенности бухгалтерского налогового учета лизинговых операций. Теория. То есть у нас вновь подготовлено пособие почти на 200 страниц, которые вы получите на курсе. Соответственно, там будут все примеры с этими всеми модулями. И теория, и практика. Учет на балансе лизингодателя. Позиция лизингополучателя и лизингодателя. То есть две позиции, когда на балансе лизингодателя. То же самое на балансе лизингополучателя. Две позиции, когда на балансе лизингополучателя. Ну и как формируется отчетность и что увидеть в бухгалтерской налоговой отчетности, если есть лизинг. Итак, мы приступаем к плану счетов. Значит, основная группа, с которыми мы всегда работаем, это, конечно же, счета активные, например, учета внеоборотных активах. То есть мы говорим о внеоборотных активах и имеем в виду, что на 0,1 счете выделяется отдельно специальный субсчет 0103 арендованное имущество. Для кого и когда? То есть вы, кто пишет конспекты, пишите, кто не пишет, просто знайте, что на 0,1 счете у нас есть субсчета, связанные с учетом основных средств. Если это основные средства организации, это стандарта 0101. А если это арендованное имущество, которое на балансе лизинга получателя, но не наша собственность, а в чем особенность лизинга, кто скажет? Это что такое лизинг? С последующим, Татьяна, правом на выкуп, правильно? То есть лизинг, с одной стороны, это аренда, с другой стороны, еще рассматривают это способом, неким способом софинансирования, финансирования, то есть как кредит. Можно говорить, что это некая специфика, симбиоз и кредита, и аренды, и право выкупа. То есть собственность, она будет не сразу, а когда, если будет выкуплена по выкупной стоимости в конце срока, правильно? Ну или на протяжении срока. То есть когда будет осуществлен реально последний платеж, связанный с этим. Кредит дает право собственности сразу, а лизинг? Только по факту, если захотим. Может быть в конце срока мы откажемся выкупать. Но если выкупная стоимость 2 рубля или 1000 рублей, скорее всего не откажемся, да? А многие договоры на сегодня такие, что выкупную пишут 1000 рублей, 2 рубля, 5 рублей, чтобы вы не соскочили. Если будет выкупная 2 миллиона, а текущие лизинговые очень маленькие, может быть я и откажусь. То есть мне очень выгодно аренду платить и все. Я 3 года использовал лизинговое такси и не хочу его выкупать за 600 тысяч рублей в конце срока. Вы хотите? Нет. Потому что уже столько не стоит и вот так. То есть вы правы, все это учитывают лизинговые компании и это все будет нормально. Так вот специальный субсчет новый, которого не было ранее, пока не было учета лизингового, это 0103, арендованное имущество. Субконта в переводе с английского, Наталья, как переводится? Субаккаунт. Аккаунт знаем? Аккаунт, кто знает, это что? Счет. А суб, это что будет? Субсчет. Или подсчет, правильно? То есть субсчет, это что имеется в виду? Дополнительная аналитика, аналитический счет. То есть если субсчет 0103, арендованное имущество, то субсчета будут на этих счетах какие? Аналитические. Эта аналитика будет основные средства. То есть какое основное средство мы получили по договору лизинга на наш баланс? Скажите, а если на балансе лизинга получателя, то нам не нужен этот счет вообще, верно? Верно. Субсчет 0103 не нужен, если на балансе лизинга получателя. А что или она означает буковка А или буква П? Да. Какие мы знаем правила для активных счетов? Плюсы где? Слева, то есть по дебету. А у пассивных плюсы справа по кредиту. Минусы вы помните. У активных по кредиту, у пассивных по дебету. А можете еще раз? Могу. То есть это что означает? На сайте специалистов в разделе преподавателей есть специальное видео. Вот там, где Иванов. У меня есть авторское видео по теории бухучета. Как раз первое занятие. Я объясняю подробно, что это означает. А это активный счет? Да. А это активный счет. А П это пассивный счет. Плюсы означают увеличивается, а минусы уменьшаются. Подождите, а как в активе уменьшается? Как в активе уменьшается? По кредиту. А в пассиве уменьшается по дебету. У вас слово актив ассоциируется с плюсами? С плюсами это неправильно. То есть активы это все имущество, все богатство. А пассивы это причина, источники этого богатства, источники возникновения. То есть всегда будет в активах плюс. В активах может быть плюс и минус, а в пассивах плюс и минус. А, пассивы за смысл. Вы, наверное, хотите спросить, а я сейчас задам всем вопрос, что такое дебет счета, а что такое кредит? Наталья, какие у вас ассоциации с дебетом и с кредитом? Это было давно и неправда, правильно? Елена, помним, что такое дебет кредит? Я когда задаю этот вопрос, даже слушателям, которые только что прошли теорию бухучета, аудитории из 50 человек, никто не отдает правильный ответ. То есть говорят, остаток сальдо, плюс, минус. А есть международная терминология, есть определение, кто хочет, может записать. Но я вам дам только одно из понятий, а второе вы сами, хорошо? Запишите дебет это, ну или запомните, дебет это левая часть счета. А кредит вы сами запишите. Это международная терминология. И только и всего. То есть дебет слева, а кредит где? И что это? Это правая часть счета. Вот именно так и означает во всем мире. И в Америке, и в Англии, и в США, и где хотите, в Канаде. В любой стране мира дебет это левая часть счета, кредит это правая часть счета. Можете в интернете сразу проверить, потому что для всех это шок, это удивление. То есть у каждого счета может быть левая и правая часть. Но для активных счетов слева увеличение плюс, богатство прирастает как? По дебету. А уходит по кредитам. То же самое и абсолютно обратно. То есть то же самое. Есть левая и правая части пассивных счетов. Но плюс. Дебет это увеличение денежных средств. Нет. Это что отражается? А что такое дебет? Суть. Найдите дебет это? То есть суть. Что это такое? Вам уже пишут примеры, что по дебету происходит увеличение денежных средств. А деньги это что? Активы. Они действительно увеличиваются как? По дебету, то есть слева. Если вы это забудете, вспомните анекдот. Старого бухгалтера 75-летнего спрашивают, что вы делаете? Моисей Абрамович, каждый год, каждый день за последние пять лет вы вечно идете в тот дальний угол и начинаете так рабочий день. Он говорит, так и быть, я ухожу на пенсию 75, здесь на банке, там, открою секрет. Это я иду в тот дальний угол к шкафу, открываю дебет слева, кредит справа. На дверцах шкафа подсказки. Ну, это уже старческий маразм, можно забыть, что дебет слева, кредит справа, но вы должны это помнить. То есть это международная терминология. Дебет – белая часть, left hand, right hand. Придумали это специально в международной терминологии для всех, чтобы не путать. Вот мы не будем путать с этого момента. Дебет слева, кредит справа. А почему активы слева увеличиваются, а пассивы справа увеличиваются? Посмотрите видео или, если у нас останется время, я вам расскажу чуть позже. Хорошо? Это будет интригно. Но, если хотите, то обязательно запишем секрет насонского общества. Это великий треугольник. Если вы его запомните, то будете знать весь отчет на всю жизнь. Хорошо. Значит, Алла спрашивает, если на балансе лизингополучателя, то мы не используем 0.1.0.3? Если на балансе лизингополучателя, то используем. А если на балансе лизингодателя, то не используем. Вопрос – кто мы? Или лизингополучатель. Тут вопрос – кто мы в этой ситуации. Поэтому, когда задают такой вопрос, если мы лизингополучатели, а на балансе лизингополучателя, то мы не используем этот счет. А если мы лизингополучатель и на балансе лизингополучателя нашим, то тогда мы используем этот счет арендованного имущества. То есть, мы будем показывать 0.1.0.3 наши амортизируемые объекты имущества. Если мы захотим их амортизировать. Помните, амортизация – это всегда право. Я всегда буду хотеть. Я всегда буду хотеть. Почему? То есть, мы будем использовать это право. Амортизация – это всегда благо. Нам дают законное право не заплатить дивиденды учредителям и не дозаплатить налог на прибыль. Вы всегда должны амортизировать. Но если я считаю, что это имущество вечное, то, конечно, Татьяна, я его амортизировать не буду. Вечное имущество – это что? Земля? 4,5 миллиарда лет существовала Земля? Значит, можно ее и дальше не амортизировать. То есть, она переживет всех. Хорошо. Специальный счет-субсчет 01К. 01К. Корректировка стоимости арендованного имущества. Используется как раз для отражения разницы между бухгалтерским и налоговым учетом. Скажите, а может быть разница между бухгалтерским и налоговым? У вас возникнут вопросы, что такое бухгалтерский учет. Я скажу, бухгалтерский учет – это если взять семью, это учет мужа, позиция мужа. А налоговый учет – это чья позиция? Жены. Иногда в налоговом учете нет логики. Может быть такое? Может. Есть правило, есть закон. И кто прав? Муж или жена? Конечно, жена. То есть и будет, как жена скажет. То есть, если налоговое законодательство говорит, что мы признаем в затратах первоначальной стоимости вашего объекта, основных средств на балансе лизингополучателя, сумму не больше, чем отразил лизингодатель при отражении у себя в учете. Такое может быть, что лизингодатель купил за миллион триста, а мне переберет за два миллиона. Может? Вопрос. Ну, как не может? Может. Он для нас купил комбайн или автомобиль за миллион триста, но с удорожаниями со всем остальным он нам его передает по стоимости два миллиона. Вопрос. Я в налоговом учете должен отразить какую стоимость? Миллион триста или контрактную два миллиона? Сумму фактических затрат лизингодателя. Он уже включает лизинг, вы платите уже свои проценты? Конечно. Конечно. А стоимость имущества будет с учетом процентов или без? Ну, это я имею в виду, что стоимость контракта по договору лизинга будет два миллиона. Это сумма всех лизинговых платежей. И вот здесь возникнет вот эта разница в корректировке стоимости. Что у нас... Ну, смотрите, я могу вам продать квартиру за шесть миллионов? Могу. А я мог ее купить за четыре? Могу. А как я могу купить? Что еще раз? Как я могу... А в договоре обязаны прописать. Если по договору прописано, что на балансе лизинга получателя, то обязаны показать, какая стоимость, чтобы все фактические затраты лизингодателя я имел право отражать в налоговом учете. Это обязательно. То есть всегда, когда на балансе лизингодателя прописывают, какая была стоимость затрат лизингодателя на приобретение этого имущества. И вот если миллион триста, а здесь два миллиона, то разница, которая будет, мы ее будем собирать, аккумулировать, а потом списывать на специальном счете 01К. То есть корректировка стоимости арендованного имущества. Она для целей налогового учета. Как это будем делать, увидим на курсе 1С. Учет лизингового имущества. Ну и спецкурсы по учету лизинга. Следующий счет, который подлежит и требует изучения внимания, это счет 02. 02 счет называется амортизация основных средств. 02 амортизация, все знают его, но есть на нем субсчета. Значит, 02.01 это амортизация тех, которые были на 01.01. 02.02 это амортизация тех, которые были на 03.00. А на 03 мы будем говорить о 03 счете, когда мы кто? Лизинг-гадатель. То есть если мы лизинг-гадатель и на нашем балансе объект лизингового имущества, то мы специально будем использовать, есть специальные счета 03.02, 03.03. Юристы, был такой в 19 веке Спиранский, и вот была триада Спиранского, в 18 или 19 веке, точно не помню. Но вот триада Спиранского в российской и в царской России закрепилась как, то есть триада Спиранского, что должно быть право владения, пользования, распоряжения, треугольник. Владеть, пользоваться и распоряжаться. Вот это и есть право собственности в РФ и во всем пост СНГ. Так в законодательстве установлено. Во всем мире не триада играет роль, а контроль. То есть, Наталья, кто контролирует все, того и собственность в учете во всем мире. А у нас нет, у нас важна триада. Владеть, пользоваться, распоряжаться. Так вот, если я лизингополучатель, я могу сказать, что по договору лизинга я имею весь треугольник. Нет. И если я лизингодатель, я должен понимать, что я передаю и какие права. То есть, если я лизингодатель, я накупил себе 10 машин, автомобилей. Но они все моя собственность, я имею право ими владеть, пользоваться и распоряжаться. Но пока они у меня на балансе, на складах. А может быть, что по договору аренды я кому-то дам право пользоваться. Классическая аренда, может быть. То есть, вы не владеете и не распоряжаетесь, да юра не можете отчуждать это имущество кому угодно. Но пользоваться машиной на 6 месяцев, на 7, на 8, пожалуйста, платите мне 30 тысяч в месяц и пользуйтесь. Можно? Ну, например. А есть 0302, который говорит владеть и пользоваться. То есть, 0303 только пользоваться, а 0302 владеть и пользоваться, но не распоряжаться. Потому что, если я вам дам распоряжаться, то это уже купля-продажа. То есть, вы полностью становитесь полноценным собственником. То есть, 0302 или 0303. Какое использовать при лизинге? Конечно, 0302. А если просто аренда? Я купил, чтобы сдавать в аренду просто. Я могу так. Это моя основная деятельность – сдача в аренду павильонов. Я купил на Даниловском рынке 400 киосков. Я их сдаю в аренду. Может быть. Я вам их сдаю в лизинг или в аренду? В аренду. Потому что я хочу вечно получать. Или в бизнес-центре сдаю в аренду офис и помещение. Не по лизингу. То есть, это классическая аренда временная пользования. А 0302 – это как раз по лизингу владеть и пользоваться. То есть, вы условно собственник, но не собственник. Когда вы им станете? Когда сможете отчуждать имущество. Отчуждать сможете, когда вы купите полностью все. Хорошо. То есть, 0303 счет, он будет амортизироваться на специальном субсчете 0202. 0303 счет амортизируется на 0202. А если мы говорим о счете 0103 на специальном 0202 в 1С, в САПе другие субсчета, в разных системах разные субсчета, по нашей рекламной семинаре называется план счетов в 1С. То есть, у нас это сейчас рекламный семинар к большому курсу учет лизинга в 1С. То есть, поэтому так. То есть, мы действительно за один час академический, за 45 минут, сегодня мы не можем разобрать весь курс учета лизингового имущества, но вот что-то полезное мы должны дать. Поэтому в рамках рекламного семинара я выбрал вот такую полезную тему. Вы выбрал, значит, план счетов. Или вы на какой-то курс записывались и просто аудитории. Нет? Вы про лизингу пришли, правильно? Послушать. Вот все коллеги тоже сюда пришли, чтобы что-то полезное послушать по лизингу. Так вот, 0303 счет, он только у позиции лизингодателя. Вот лизингодатель, если будет амортизировать, а он будет амортизировать свое имущество, то он его будет амортизировать на специальном субсчете 0202. Если вы откроете стандартный план счетов в Минфиновский, там нет субсчетов на 0202 счете. А это выделили одинайсники, чтобы не перепутать. Ведь в балансе, зачем это делают? В балансе мы должны показать не просто первоначальную стоимость 0203 счета, но за минусом кредита 0202 счета. То есть, парно, если есть 0303 по дебету сумма 100, а на 0202 по кредиту сумма 90, то на балансе мы, Елена, сколько покажем, остаточную стоимость 10. Почему пассивные счета по кредиту, активные по дебету, это интрига. Увеличиваются, а уменьшаются обратно. Это интрига, скажу в конце занятия. То есть, буквально через 15 минут я вам расскажу этот секрет. А вот 0202 счет, еще раз. Если речь о 030 счете, то будете амортизировать на 0202. Ну и самое интересное, раз мы выделяем субсчет 0103 арендованное имущество для лизинга получателей, которые на баланс к себе берут, то они тоже же имеют право амортизировать, верно? А позиция стандартно гласит так, на чьем балансе имущество, тот и арендует, и амортизирует по этому арендованному имуществу. То есть, если на наш баланс лизинга получателей мы объект принимаем, то амортизацию и мы начисляем. Ну вот и все. То есть, это пока не все. Это пока вот и все по амортизации. То есть, еще раз. 0103 арендованное имущество амортизируется на специальном субсчете 0203. Вы скажете, а когда мы это где будем настраивать? А это мы будем в принятии к учету. Когда будем принимать к учету на баланс в разделе ОСНМА, есть много чего, связанного с имуществом. В том числе, поступление в лизинг. В том числе, принятие к учету ОСНМА. И когда мы будем принимать к учету лизинговое имущество, мы будем с вами говорить как раз о том, что мы укажем сразу и 0103, и сразу 0203. Нет. То есть, срок службы основного средства устанавливается стандартно, исходя из классификации ОС от 2002 года. От 1 января 2002 года. Конечно, конечно. И будут хвостики, да? С хвостики останутся в основном в налоговом учете, в бухгалтерском все будет хорошо. Но и вы имеете в виду, будем еще дольше амортизировать? Да, да. То есть, будут дольше амортизироваться. Но глобально все закроется в ноль. По итогам всего срока периода действия. Причем я договора, что печально на меньше срок, чем в жизни этого. Верно. Но мы же будем амортизировать, как в бухгалтерском учете. То есть, стоимость первоначальную делить на срок. Да. И срок будет 60 месяцев, 100 месяцев. А договор на 2 года. Да. То есть, договоры и лизинговые платежи, они не будут формировать мою первоначальную стоимость сейчас. Они ее сформировали на старте в номинальном объеме. И эта сумма будет амортизироваться на весь срок. А текущие лизинговые платежи я буду отдельно отражать. То есть, отдельно. Да. То есть, у вас просто... Вы просто думаете, а что если, например, это капитальное вложение в арендованные ОС, да? То есть, классический пример, что я пришел в этот офис, арендовал его и поставил бронированные двери. А уходя через 2 года, я же понимаю, что бронированные двери могла бы идти 10 лет служить. Но 2 года арендовал, значит, имею право признавать амортизацию не больше 2 лет. Ну да, если я ее не буду выкупать, поверну. То есть, конечно же, если мы прерываем и не выкупаем, то мы должны с баланса объект снять. А значит, не на балансе и амортизацию прекратить со следующего месяца после выбытия. Обязательно. Да, да, абсолютно верно. Значит, вернемся к нашему плану счетов. И если у нас с 0.1, 0.2 все ясно, значит, какие основные счета мы выделили? Это 0.1, 0.3, 0.1К, это 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, это 0.3, 0.2, но в паре 0.3, 0.3. Если кто-то 0.3, 0.3 использует, я не против. Если вы по договору так предусмотрели, я не против. Но есть закон о лизинге 164 ФЗ, и там именно слова владения и пользования. И гражданский кодекс тоже так говорит. Поэтому классика это 0.3, 0.2 для объектов на балансе лизинга дателя. Хорошо. Дальше смотрим, какие счета могут использоваться. Ну, стандартные 0.8 при учете основных средств используются, я сейчас на них обращать внимание не буду. То есть стандартные 0.8 счета, если я приобретаю что-то к себе на баланс, или если я лизингодатель, я же стандартно, чтобы что-то продать по лизингу, я должен у кого-то это купить. И я стартово буду это покупать на 0.8 счете, а потом переводить на 0.3. А могу на 0.1, и потом, когда подумаю, что буду сдавать, тогда на 0.1, на 0.3. То есть еще раз, в стартово поступает имущество объекта ОС через 0.8 счет. И запомним правило, 0.1 и 0.4 никогда ни от кого не поступают. А все основные средства и необоротные нематериальные активы поступают через 0.8 счет. То есть 0.1 и 0.4 никогда ни от кого не поступают, а поступают через 0.8. Когда на 0.8 собрали фактические затраты, сумму собрали, тогда мы ее просто перегоняем с этого 0.8 счета в дебет 0.1 или 0.4. Или 0.3. Ведь если я знаю, что я лизинговая компания. Нет. 0.3 в скобочках 0.4. Или 0.1. 0.1 называется основные средства. Не понимаете, в чем отличие. Вам нужно обязательно пройти наш курс по теории бухгалтерского учета, чтобы научиться понимать. А в чем отличие 0.8 счетов от 0.1? 0.8 это внеоборотные активы, которые формируют свою стоимость, но еще не накопили. Это бутылка, это баночка. То есть если есть кролик и если есть Винни-Пух, Винни-Пух что хочет? Мед. А Винни-Пух пошел к другу. А у друга есть бочка 200 литров меда и всего 1 бутыль на 3, и 2 бутыль на 5, пустой. И бочка полная медом. У Винни-Пуха есть деньги только на 4 литра меда. Сколько ему кролик отдаст? Кролик ему должен продать мед на сколько? У него есть банка на 3 литра и есть 5-литровый бутыль, но нету 4-литрового, нету весов, нету стаканов. То есть вопрос, как продать 4 литра? Решим эту задачу. Есть бочка 200 литров полная медом. На глаз перелить куда 4? Но вы согласны, если есть деньги ровно на 4 литра, нужно продать сколько? Ровно 4. Потому что если вы его отпустите, Наталья, с 3 литрами, это упущенная выгода. Недозаработанный еще 1 литр. А если мы нальем ему 5? Убыток. А если, не дай бог, не до вес 5-литровый ему 2 литра, он потом разнесет нас на всех наших клиентов, и мы потеряем рынок. То есть как продать ровно 4? Подумаем. Вот это и есть процесс собирательства этих 4. Но результат будет уже 4. А как его передать? Если наполнять 4-литровый, то будет как? 5, 0, 195. Правильно? А если с 5-литрового перелью в 3-литровый, то получу 3, 2, 195. Могу так переливать? Могу. А если 3-литровый обратно переливаю в 195? 0, 2, 198. А если двойку в тройку? 2, 0, 198. Вы имеете в виду, что означает переливать из бутыля в бутыль? Так вот, 0,8 счет – это бутыль. 0,8 счет – это бутыли, аккумулирующие ресурсы, энергию, средства, фактические затраты. А вы сейчас посмотрите, что такое 0,1. То есть, как получить еще? Я опять наполняю 5-литровый. 5, 2, 193. Ну и финишная итерация – это из 5-литрового долить до максимума. В трешку сколько уйдет, если там уже 2? Из 5-литрового, если переливать в трешку, где есть уже 2, сколько уйдет? 1. Сколько останется в 5-литровом? 4. То есть, в 5-литровом останется 4. Вот это и есть. Все фактические затраты собраны. И я могу действительно передать ровно 4 литра. И я уверен в том, что их 4. Вы спросите, а как вы их сформировали? А вот как. То есть, я сделал 40 действий, чтобы доказать наличие фактической стоимости. Так вот, 0,1 счет запишите. Это фактические затраты, которые документально подтверждены на момент готовности к эксплуатации. Но это не есть ввод в эксплуатации. Просто готовы к эксплуатации. Это фактические затраты и останутся? Да. Которые готовы для эксплуатации. 0,8 – это еще не готово. Я могу земельный участок готовить. То есть, мне нужна как минимум госрегистрация. Госрегистрация 2 недели. Быстро приготовится земельный участок? Ну, как бы я не хотел его готовить, госрегистрация пока не пройдет, увы, ждем. Значит, Алла спрашивает, есть ли поступление в лизинг на 0,8 счете не формируется субконта, основное средство, вместо него уши. То есть, если мы делаем документ поступления в лизинг на 0,8 счете, смотря какой 0,8 вы там используете. То есть, это нужно проверить. Потому что на 0,8 счетах у нас все субконта, кроме перевода молодняка в основное стадо, ну и взрослых животных. Но я надеюсь, что вы в рамках лизинга эти счета не используете. Если же мы используем 0,8 счетах, то при поступлении в лизинг мы должны использовать только 0,8,4,1. 0,8,4,2 это если специальный документ, вот 0,8,4,2 придумали, Алла, только для случаев, когда нету доп. расходов, для лизинга это не подходит, когда только линейный метод, и когда у вас реально поступление основных средств. Это только на эти случаи 0,8,4,2. То есть, в разделе 8 масс специальный документ поступления основных средств. Вот это 0,8,4,2. Да, еще какие у вас вопросы? Наталья, вы хотели что-то задать, да? А я хочу вам рассказать дальше. Про счета, какие планы счетов мы поговорим. Конечно же, про 76 счет. Налоги надо всем платить, это однозначно да. Зарплата, страховые износы. А вот 76 счет для лизинга получателя очень важен. И называется он расчеты по аренде. Расчеты по аренде. 76,07. Специальный субсчет. Специально для арендных отношений. 76,07. Арендные отношения. Значит, 76 или 77? 76,07. Мы не говорим 77, а 76,07. Специальный субсчет. 76,07. Вопрос про страховку. Елена, как вы думаете, страховка входит ли в стоимость основного средства? Никогда. То есть, всегда страховка и страховые премии, сумма, она не входит в стоимость основного средства. Почему? Ну, я не буду сейчас на эту тему, можно долго дискутировать. Просто нужно понимать, что это некие гарантии, случаи, риски и так далее. Но мы ее не включаем. Значит, 76,07. Расчеты по аренде. Арендные обязательства. То есть, сумма арендных обязательств формируется на старте. На самом старте 76,071. Это сколько по договору с контрагентом, какие арендные обязательства сформированы. Но также будет формироваться сумма задолженности по лизинговым платежам, которая, по сути, и равна сумме арендных обязательств. Но в чем суть? Что эти арендные обязательства должны быть полностью погашены задолженностью, точнее, лизинговыми платежами, текущими задолженностью по лизинговым платежам. Поэтому задолженность по лизинговым платежам требует еще учета в разрезе документов расчетов. То есть, документы расчетов с контрагентами будут фиксировать ежемесячно, каждый раз, как ваш лизинговый платеж, что делает? Ну, гасит основную задолженность по лизинговым платежам. Ну, скажите, в лизинговом платеже это только лизинговый платеж, или будет еще и какая-то кусочная сумма НДС? Конечно, будет кусочек НДС. Поэтому на старте, когда формируются арендные обязательства, они будут включать в себя и арендные обязательства по НДС. То есть, мы говорим, что в сумме, которая выделяется итоговая, будет объявлена большая сумма НДС. Например, 20-120 от общей цены договора. И лизинговый платеж... Ну, у вас есть понятие суммы договора, контракта, если 2 миллиона, то как выделить из нее с НДС? То есть, если вы не знаете, вам ее выделит кто? Лизингодатель. А если вы лизингодатель, то вы должны знать, что если общая сумма 2 миллиона, то по общему правилу сумма цены общая всегда включает НДС. А раз включает, мы должны понимать, что цена – это база плюс ставка. А ставка какая? Озвученная, которая... То есть, если по закону 20%, она нельготная, значит, цена – это сколько процентов? 120 на сегодня с 2019 года. Вопрос. Как найти сумму НДС, если цена 6 миллионов? Как найти сумму НДС, если цена 6 миллионов? Пропорции. 6 миллионов – это 120. А 20%... Значит, надо 6 миллионов поделить на 120 и умножить на 20. Или взять гибридную ставку 20-120. 1 миллион будет НДС, а без НДС как найти, Татьяна? Если известно с НДС и НДС. 6 известный, 1 известный. А какая сумма без НДСная? 5 миллионов. Ну или 100-120. То есть, 100-120 – это расчетная ставка для без НДСной суммы, а 20-120 – это расчетная ставка для НДСной суммы. Вот подробнее мы рассматриваем на курсе налогообложения. Наталья, я рекомендую всю дипломную программу по бухучету и по налогам пройти. То есть, чтобы вспомнить все, если вы это все забыли, оно действительно бывает иногда, что забывается. У нас есть спецкурс, дипломная программа. То есть, смотрите, цена – это то, что покупатель получает в виде предложения от поставщика в договоре. То есть, общая стоимость, она всегда включает НДС. А это уже… А это расчет. А это расчет. То есть, мы, получается, если я поставщик, если я лизинг-гадатель, я же должен посчитать, сколько вам озвучить по красивым глазам. Могу сказать 6 миллионов, а могу 5800. Какую сумму озвучить? Могу 6. Потому что я думаю, Наталья осилит. Может быть такое? Значит, если… Все может быть абсолютно верно. Поэтому мы с вами сейчас говорим о чем? Что? Это в программах и в учете везде будете выделять без НДС, нет там масса. Отдельный НДС. В налоговом учете какая сумма выручки признается всегда? Это без НДС, то есть нужно знать, сколько мы озвучили покупателю. 6 миллионов, но в доходы показать только 5. Без НДС. То есть вы должны знать эти категории без НДС и сумма НДС. Почему? Для учета. Вот и потому. Но покупателю озвучиваем всегда какую цену? С НДС грязную, самую большую сумму. Вот я должен вам продать на 6 миллионов, чтобы признать у себя доход в налоговом учете 5. А 1 миллион… Нет, я хочу признать так, что в бухучете доход я покажу на 6 миллионов, в налоговом покажу на 5 миллионов, но в бухучете я налог уменьшу, в расходах 1 миллион. То есть в бухучете по версии мужа доходом будет 6 миллионов, а расходом будет НДС миллион. А по версии жены доход 5 миллионов. Жена немножечко нестандартно мыслит, это ее право. То есть без этого семья не семья. Поэтому это нормально, что муж будет отнимать от 6,1, получит 5, а жена получит сразу 5. Жена просто быстро догоняет, а муж иногда тормозит. Ну вот это принципы учета такие есть. Поэтому не спрашивайте, почему. Если есть вопросы, прочитайте ПБУ 9 и 10, отражение доходов и расходов в бухучете в налоговом. То есть ПБУ 9 и 10, доходы и расходы, бухгалтерский налоговый учет. Вот основные счета, которые есть в плане счетов в части арендных отношений обязательств. Могут ли быть авансы и предоплаты в части лизинга? Переплаты. Могут быть? Могут тогда это стандартные авансовые отношения. Но помните, сумма, которую мы заплатили стартово 30% аванс по договору, будет зачитываться в порядке, который предусмотрен договором. А может быть в конце срока или первые 5-6 месяцев. То есть это как в договоре предусмотрено. А обычно предусматривают. Вы иногда равными. Я видел тысячу вариантов договоров, когда первые 5 месяцев зачитывают, то есть делают платежи текущие лизинговые по 80 тысяч, чтобы зачесть с авансами, а потом по 40. А иногда равными на протяжении всего. А иногда прописано... Нет, потому что просто суммы больше. Вы имеете в виду себестоимость затрат? Конечно, я скажу. Да, да, да. Будут затраты разными кусками по графику, согласно графику лизинговых платежей. Согласно лизинговым платежам? Да, согласно лизинговым платежам. Причем в расходах вы сможете отразить лизинговые платежки. А какая экономическая обосновательская область предмета лизингового платежей? Тоже почему? Один месяц столько стоит, а второй месяц другая сумма? Экономическое обоснование согласно договору аренды. Могут обосновать, что исходя из морального или еще какого-то износа, хотя налоговый кодекс не признает моральный износ, но налоговый кодекс признает договорные отношения. И если лизингодатель покажет доход 30, а мы покажем расход 30, потом они покажут 10, мы 10, налоговый проблем не имеет, не возникает и никогда не спрашивает. То есть почему так в графике? А как правило договор лизинга – это договор присоединения. То есть я как лизингополучатель, я не могу диктовать им условия, если они говорят вот мы так. Хотя иногда, это зависит от того, кто я, правильно? Если они мной дорожат отношениями, я могу их попросить по-другому. Ну стандартный налоговый кодекс просит равномерно, но тысячу вариаций, когда неравномерно. И это тоже признается. При условии, что лизингодатель признает так же, как и показано в графике у меня. Более того, лизинговый платеж вы признаете не на всю сумму, а за минусом амортизации, если бы объект у вас на балансе. То есть если амортизация у вас была 28 рублей, начислена в этом месяце, то вы будете признавать лизинговый платеж еще только 2000 и все. Ну то есть только дельту между тем, что уже самортизировали. Налоговая запрещает отражать в налоговом учете сумму амортизационных, не амортизационных, а лизинговых платежей больше, чем, точнее сумму всех расходов по лизингу в этот месяц, больше, чем сумму лизингового платежа. То есть если у меня лизинговый платеж за месяц 30 тысяч, а амортизация была 40 тысяч, то я имею право признать амортизацию 30 тысяч. Это несправедливо, вы это обдумаете много раз, подумаете почему. Но это жена. Вот жена так сказала, будет как она сказала. То есть для целей налогового учета будет так. Значит, в части плана счетов дополнительных каких-то особенностей, все остальные стандартные для учета лизинга. Ну и бонус, то что я вам обещал на сегодня, рассказать, почему дебет слева, кредит справа, а по-другому, почему активы всегда слева, а пассивы всегда справа. Все знают формулу актив равно капитал плюс обязательности. Слышали эту формулу? Слышали ли, что капитал это, собственно, все капиталы? Добавочный, резервный, уставный капитал. Уставный или уставной, как правильно? Уставный, конечно, как запасный выход, а не запасной. Нам это непривычно говорить, но это русский язык. То есть я буду показывать формулу по-другому. Активы равно капитал плюс прибыль. Помните, прибыль она всегда в капитале? А почему? А прибыль это источник моего богатства. А что такое прибыль? Кто скажет? Это разница между чем и чем? Верно. То есть, когда мы говорим о прибыли, мы пишем, что это доходы минус расходы. Ну и я всю остальную формулу также переписываю. Бухгалтер должен знать самую первую формулу и самую последнюю, четвертую, которую мы сейчас еще запишем. Но я хочу показать, что прибыль делится на доходы минус расходы, а капиталы и обязательства, они всегда справа, то есть это пассивные категории, а активы у нас слева, активные категории. Американцы, они говорят, да, мы тупые, мы не можем запомнить эту формулу. Наталья, а если мы не можем запомнить эту формулу, как ее превратить в такую, чтобы были только одни плюсы? Вот эту вот формулу третью, как ее превратить в такую, чтобы были только одни плюсы по правилам математики? То есть, если мы перенесем что-то за знак равенства. Капитал со звездочкой – это не один капитал, это уставный, добавочный, резервный капитал. Расходы минус расходы плюс обязательства. Надо сделать формулу, превратить ее так, чтобы были только одни плюсы, и так легко ее запомнить. Если расходы отправить вперед к активам, то они поменяют свой знак на плюс, и их плюс где? Там, где активы. То есть, расходы – это всегда будет активная категория. А математика – это не чистая экономика. Математика – это просто значение выражений бессмысленное иногда. Тут куча теоремий и всего остального. Но… Это чисто я спросил, как для американцев, чтобы они запомнили. А как вы поместите себе? Вместе? Правильно. И если это актив, вот это идеальная мысль на сегодня, озвученная Натальей, что расходы активны. Поэтому где должны быть? Там, где их место. Давайте их отнесем. А активно все, что слева от знака равенства. Активы равны пассиву. Все, что справа – это пассивная категория. Почему? Обязательство – это что? Правильно. Активы равны пассивам. Если в активе баланса у вас 700, то в пассиве сколько? 700. Я всегда могу сказать, что валюта баланса равна 700. Правильно? Это валюта баланса – это всего наше богатство. Что такое активы? Это все наше богатство. 700. Но источники богатства. 100 наших заработанных. Из них 10 нам дали родители уставных капитал. Может быть? 90 – это наша прибыль. И обязательства еще 600. Может, кредит в банке на 600? Так вот, когда меня спрашивают, о, ты так богат, 700 миллионов. Я говорю, да. Но когда он уверен, что кредит 600 миллионов, говорят, эх, это не ты, заработал. То есть, я говорю, заработал пока только 90. Может быть? То есть, источники нашего богатства – это пассивы. Так не в этом суть. Расходы, если перенести за знак равенства. Я вам нарисовал масонский треугольник. Если спросят кого-то, что такое расходы, американцы отвечают всегда так, чтобы вы ничего не поняли. Это то, что противопоставляется доходам, чтобы посчитать прибыль. Действительно, это правда, да? Мы сейчас скажем так, что если мы за знак равенства перенесем, то вот эту формулу вы должны запомнить. И здесь превалирует сущность над формой, то есть, то, что мы несем изо дня в день, day to day, каждый день, когда мы несем, это затраты, а не расходы. Поэтому, когда расходы противопоставляются доходам, это уже расходы. А если мы изо дня в день что-то несем, то мы должны говорить о затратах. Активы плюс затраты плюс расходы. Никто не отменял расходы форс-мажорные, которые возникают просто так. Бывает? Шел по пути и потерял 100 рублей. Это расходы или затраты? Затраты созидательные принесут выгоды в будущем. А потерял 100 рублей и не нашел? Ничего в будущем это расходы. Хорошо, равно капитал плюс доход и плюс обязательства. Так вот, так легко запомнить. Все, что мы сейчас рассматривали, называется балансовым уравнением. На отчетную дату вы формируете активы, равно капитал обязательства. А на каждый день работаете с четвертой формулой. С четвертой. Каждый день. Я имею две категории. Активные и пассивные. Ну и осталось самое легкое. Прописать. Прописать снизу под ними две буквы Т. А Т знаете, что означает? Т самолетик. Ти счет, да. То есть самолет. Оказывается, у каждой части есть... А как вы понимаете, Ти счет? Конечно. Ну, с английского. Ти счет. Или аккаунт имеет две части. Можно говорить, что это балансирующая... Какая ситуация? То есть можно сказать, что это двусторонняя таблица. Что такое счет с точки зрения устройства? Это двусторонняя таблица, у которой есть какая часть? Левая и правая. Левую часть назвали Наталья как? Дебет. Нет. Активы действительно они слева в балансовом уравнении. Правильно? А пассивы справа. Так вот, что вы в теории учета могли учить? Что сальдо у активных счетов по дебету, плюсы по дебету, минусы по кредиту, сальдо по дебету. Это невозможно запомнить американцам. Девять кредит, дебет кредит, а это все актив, а это пассивы. Да, да, абсолютно верно. Подождите, а вы так говорите, что... И у актива есть дебет кредит. И у пассива есть дебет кредит. Теперь главный вопрос запомнить, где плюсы и где сальдо. Есть общепризнанное правило, аксиома на все случаи жизни. Запишите ее. Аксиома для всех счетов. Там, где сальдо, там и плюс. А где у активных счетов сальдо? Где они находятся в уравнении? Слева. Где пассивные находятся? Справа. Аксиома звучит так. На все страны мира. Там, где сальдо, там и плюс. Сальдо это сальдо? Да. Или где они засели? Где засели активные счета в уравнении баланса? Слева. Там их плюсы. Сальдо слева, плюсы слева. Где засели пассивные категории? Справа. Там, где сальдо, там и плюсы. Бывают счета не активные, а бывают активные пассивные. Конечно, таких не существует. То есть, вы пришли для того, чтобы узнать, что действительно бывает счет активный, бывает счет пассивный. Если вы мне должны 100 рублей, я думаю, относительно меня, нам должны или мне должны. То, что нам должны, это активы, это дебиторская задолженность. Допишите в этом уравнении, что дебиторка относится к активам. То, что мы должны, называют кредиторской задолженностью. Почему кредиторкой? Да потому что по кредиту и есть сальдо. Видим? Почему по дебету? Да потому что дебиторка активы, это нам должны. Вот поэтому эти категории так назвали. Когда пролетали над Кавказскими горами, спросили летчика, что вы видите? Да нет, если дебет тоже может быть пассивным и активным. Дебет никогда не может быть пассивным и активным. Даже если вы сказали, остатки может быть в девяти и кредитах, как бы вы сказали. Да, сальдо действительно у активных счетов остатки всегда в день. Там, где сальдо, там и плюс, я сказал. А сальдо где у активных счетов? Слева. Для этого видео посмотрите обязательно. То есть множество нюансов, которые вы думали, что так, а оказалось иначе. Я для этого хочу, чтобы вы разобрались с учетом. Чтобы вы понимали всегда, что все активные счета увеличиваются только по кредитам, то есть слева. А уменьшается по кредитам, то есть трамп. Ну вот, это аксиома, это стандартная теория учета. На сегодня все, всем спасибо. До новых встреч и жду вас на наших курсах по учету лизингового имущества и не только. И по теории, и по практике. Значит, учет лизинговых операций, теории и практика в 1С. И по теории, 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 и по теории.